День радости, безграничной гордости и скорби. В канун 79-й годовщины Победы в 28-й школе Саранска митинг-концерт посвятили тем, кто, не жалея себя, ценой собственной жизни одержал победу над фашизмом в 45-м и тем, кто сейчас стоит на рубежах защиты Родины. Сохранить память о подвиге важно. История из своего военного детства, далёких 40-х годов, подрастающему поколению пришла рассказать Вера Бондарева. Я, конечно, не сидела в окопах, я не ходила в атаку, я не хоронила своих товарищей. Я отношусь к тому поколению, которое сейчас называют дети войны. Мой отец погиб сразу в августе 41-го года, сгорел в танке, старший лейтенант. И, конечно, жизнь была страшной, конечно. Голодали, нам всё время хотелось есть. Было очень трудно. Вы знаете, самое главное, что у нас было, это кусочек сушёной свёклы. Она нам заменяла конфетку, пряник и порой и хлеб. О героях прошлого и современности. В этот день со сцены ещё долго звучали стихи и песни, как искренняя благодарность тем, кто всеми силами приближал великую победу. Исполнялись и другие композиции, посвящённые защитникам Родины разных эпох. О небо, благо, пол небо, зло, нам позанали с нами, Бог. О небо, благо, пол небо, зло, Россия с нами, с нами, Бог. День Победы – отличная возможность ещё раз вспомнить и сказать спасибо защитникам Родины. В 28-й школе это решили сделать не только словом, но и делом. Бойцам на передовую передали партию гуманитарной помощи со всем самым необходимым. Победить страну, где весь народ считает священным долгом свято хранить память о подвигах и героизме, где каждый готов встать на защиту Отечества, невозможно. Среди гостей концерта – герои современности, ветеран спецоперации Миразым Исмаилов. Я вернулся в январе 23-го года, уволился в августе 23-го года, был гранатомётчиком, был вместе с сыном вдвоём. Хотелось бы, конечно, пожелать в первую очередь мирного неба, всем здоровья, благополучия, ну а ребятам успехов в учёбе. Подвиг, живущий в веках и передающийся из поколения в поколение. В Школьном музее боевой славы военной династии семьи Миразыма Исмаилова посвятили стенд. Там собраны памятные снимки и вещи героев. Во время праздничного концерта ветеран СВО передал в Дармузею новые артефакты. Дарья Баронина, Народные новости. Продолжение следует...